МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая проблема заключалась в добровольном отказе от российского трубопроводного газа со стороны некоторых корпоративных покупателей в Европе и с отказом некоторых стран от так называемой схемы газа за рубли. Вот эти два фактора повлияли на резкое сокращение поставок в Германию и Финляндию. А это были крупнейшие потребители именно российского газа? В Германии и Финляндии? В Германии была крупнейшим потребителем, Финляндия была исторически просто важным потребителем, который в абсолютном выражении Финляндия не очень много импортировала, но просто это был тот рынок, который не очень приятно терять. Репутационно? Не репутационно, но это все равно часть экспортной выручки. Это был тот потребитель, который стабильно платил за импортируемый газ и по очень выгодным ценам. А второй проблемой были санкции в отношении отрасли СПГ, отрасли жиреного природного газа. Дело в том, что Россия исторически зависела от импорта оборудования, которое необходимо для строительства крупнотоннажных заводов СПГ. И вот Россия физически потеряла возможность импортировать это оборудование после вступления санкций в ЕС. Поэтому вот эти два фактора, то есть, с одной стороны, отказ некоторых корпоративных клиентов от импорта российского газа, а с другой стороны, запрет на поставку в Россию оборудования для производства СПГ, вот эти два фактора, они будут влиять на динамику газовой отрасли в 2023 году. Следующий вопрос тогда получается, не спасет ли здесь всех Китай сила Сибири? Я говорю, как об альтернативе перебросить весь газ туда, теперь в Китайскую Народную Республику. А далее, неужели Китай не даст все то оборудование, которое покупали, в частности, у европейских производителей? Что касается оборудования, Китай здесь, к сожалению, не сможет стать полноценным субститутом этих технологий. Просто в силу того, что Китай исторически оказала большое влияние на финансирование проектов по производству СПГ. Например, проект Ямал-СПГ, крупнейший завод в России, он был построен с привлечением кредитов от китайских госбанков. Но с точки зрения оборудования Китай не сможет, к сожалению, стать вот такой полноценной альтернативой. А как импортер сможет заменить? Как импортер, к сожалению, пока что нет, в силу того, что есть нехватка трубопроводных мощностей. Но есть известный газопровод Силы Сибири, который снабжается из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Мощность этого газопровода составляет чуть более 100 миллионов кубических метров в сутки. Для сравнения, мощность российских экспортных газопроводов в европейском направлении даже после выхода из строя Северного потока-1, эта мощность превышает 500 миллионов кубических метров в сутки. То есть реально Китай в силу инфраструктурных ограничений не может стать той альтернативой, которая в ближайшие годы позволит российским поставщикам газа компенсировать упадение европейского рынка. Турция? Турция, к сожалению, тоже нет. И в том числе за счет того, что Турция открывает новые месторождения газа. Самостоятельно. Да, они открыли несколько месторождений в турецком секторе Черного моря. Их общие запасы газа в этом секторе составляют чуть больше 700 миллиардов кубических метров. Им хватит? Их потребности закрывает? Для сравнения, вот, например, запасы газа в Норвегии, которая была исторически вторым по величине поставщиком газа в Европе, составляет 1,4 триллиона кубических метров. То есть Турция только за счет турецкого сектора Черного моря, половина вот этих норвежских запасов. Поэтому Турция, по всей видимости, будет сокращать импорт российского газа и как минимум использовать запасы турецкого сектора для замещения импорта СПГ. Но при этом есть вероятность, что они эти запасы в будущем, но уже в 2030-е годы будут использовать для наращивания поставок в Европу. Поэтому как бы в виде Турции, вот сейчас многие обсуждают перспективы создания газового хаба, на самом деле Турция является потенциально очень сильным конкурентом для России на европейском рынке. И она будет конкурентом более сильным, чем, к примеру, поставщики из Севера Европы, а именно Алжир и Ливия. То есть вот исторически вот в последние годы, в последние 5-7 лет, Европа опиралась на 6 основных источников импорта газа. То есть в первую очередь это жиженый природный газ, второе это Россия, которая использовала мощности турецкого потока, северного потока, украинской газотранспортной системы и газопровода Ямал-Европа, вот для поставок Европы. Плюс это Азербайджан, который для поставок Европы использует газопроводы Танап и ТАП. И это страны Северной Африки, это Норвегия и это Великобритания. И вот российские, если мы посмотрим на долю российского газа, то вот за последние, с конца 2021 года по конец 2022 года доля российского газа в структуре импорта газа в Европе снизилась с 38% до менее чем 10% в последнем квартале 2022 года. Но получается российский газ еще пока есть? Он остается на европейском рынке, безусловно. А в каких странах кто потребитель? В первую очередь это страны Южной Европы, которые получают газ через одну из ниток турецкого потока. То есть вот сейчас два основных канала осталось, это украинская газотранспортная система и турецкий поток. Вот эти две ветки используются преимущественно для поставок Европы. И там преимущественно страны Южной Европы, ну и Восточной Европы. В целом российский газ, да, остается в Европе, но его доля серьезно снизилась. Ну вот 10%, да, вы сказали, до 10%. Да, вот первый месяц 2023 года, это меньше 10% в январе 2023 года. Безусловно, ключевой роль сейчас играет СПГ, доля которого выросла с чуть более чем 20% в конце 2021 года, до почти 40% в январе 2023 года. В Европе выросла история. Да, в Европе. И то же самое, как на прежнем уровне остались поставки из Норвегии, чуть выросли поставки из Великобритании, то есть они выросли в сравнении с историческим уровнем. То есть в целом Европа так или иначе смогла заместить российский газ. Это связано с тем, что европейские потребители были вынуждены предлагать все более выгодные ценовые условия для поставщиков СПГ, с тем, чтобы переманить их из Азии. И была такая межрегиональная конкуренция между Европой и Азией за возможность наращивания импорта СПГ. И вот эта зависимость от СПГ, она приводит к тому, что периодически происходят скачки цен. Правда, вот в последние месяцы рынок адаптировался к новой норме. То есть вот в чем заключается ключевая разница ситуации между 2023 годом и 2022. Если в 2022 году резкое сокращение поставок Газпрома было шоком для европейского рынка. Помните, 2500 стоимость была? Да, 2500. То вот сейчас рынок привык к этому шоку. И это больше не шок, это просто новый баланс. И в итоге в марте месяце цены на газ опускались до менее чем 500 долларов за тысячу кубических метров. То есть в целом рынок пришел в новое состояние равновесия. Правда, ценой очень сильной экономии газа в Европе. Дело в том, что европейские потребители в период с августа 2022 по январь 2023 года сократили потребление газа почти на 20% в сравнении со средним уровнем предшествующих 5 лет. Подождите, мы говорим о домохозяйствах? Мы говорим о производстве? Сюда относятся все секторы. То есть это и электроэнергетика, и жилищный сектор, то есть все сегменты и промышленные. То есть серьезно подождались? То есть реально очень сейчас падение цен происходит не только за счет адаптации к новой ситуации, но и за счет того, что просто сокращается спрос. В будущем это приведет к тому, в частности, что Европа окончательно охладеет к строительству новых газовых электростанций, и это приведет к дальнейшей стагнации спроса. То есть спрос, который был зафиксирован в 2021 году, по всей видимости, он останется исторически максимальным на несколько ближайших десятилетий. Как падение спроса, в частности, на европейском рынке на российский газ, повлияло на наполнение российского бюджета? Исторически газ являлся гораздо менее значимой отраслью для федерального бюджета, чем нефтяная промышленность. То есть у нас нефтяная промышленность обеспечивает больше 80% поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет, а газ меньше 20%. И поэтому по мере ужесточения той самой газовой войны доходы бюджета по экспортной пошлине на газ сокращались. Если мы сравним условно четвертый квартал 2022 года с четвертым кварталом 2021 года, там действительно сокращение идет на несколько сотен миллиардов рублей. Но в целом вот это сокращение, оно не оказало драматического влияния на федеральный бюджет, просто в силу того, что исторически нагрузка на нефтяную отрасль была выше, чем на газовую. Кирилл, и последнее. Какие есть сценарии развития такого действия, как экспорт российского газа в 2023 году, на ваш взгляд? Газовая отрасль закончит по объему экспорта в Европу, она закончит год в целом примерно так же, как закончила четвертый квартал. То есть вот если мы четвертый квартал 2022 года, то есть доля России на европейском рынке газа останется вот примерно на том же уровне, около 10%. Она не будет ни сильно повышаться, ни сильно сокращаться. А вот в будущем, я думаю, что эта доля будет расти просто в силу того, что европейские потребители, промышленные в первую очередь, будут заинтересованы в возвращении российского газа на европейский рынок. И вот ключевым последствием нынешнего газового кризиса станет то, что европейский газовый рынок трансформируется больше в силу в сторону американской модели. Если коротко, в Америке есть избыток газа, но при этом сравнительно невысокий прирост потребления. То есть там темпы добычи газа резко превышают темпы спроса. И получается в хранилищах, да, это все? И это приводит к тому, что цены на газ в США исторически кратны, ниже, чем в Европе. Вот когда Россия полноценно вернется на европейский газовый рынок, в Европе будут низкие цены, высокая конкуренция, и это обеспечит низкие издержки для промышленности без введения каких-либо ценовых потолков, которые активно обсуждались в течение всего 2022 года. Спасибо вам большое за эти прогнозы и в целом за интересные беседы. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!